И Ёвчиков, ребята, всем привет, с вами, как всегда, я Градус Вампир, и, наконец-то, мы дождались новую серию. Сегодня у меня куча заданий, таких, как всё-таки апгрейднуть свой меч, там все дела, сундуки мои пустые, и нужно будет узнать, как там здоровье короля... Тук-тук-тук, маленький принц... Дядя Градус, дядя Градус, а пошли играть, Брал Старс! Так как... Ты, ты издеваешь... Ааа, маленький принц, я не могу, у меня сегодня очень много дел, пойдём лучше... Ну, ну, пожалуйста! Я погуляю с тобой в следующий раз, обещаю, как-нибудь завтра, или, я не знаю, Брал Старс, у меня нет желания сегодня играть, слишком много работы. Королева Юни, здравствуйте! Здравствуйте! С каких пор у вас, королева Няшка Юни? С самого рождения! Ладно, не буду задавать лишних вопросов. Кстати, как здоровье короля, пойдёмте вместе к нему, узнаем, как его состояние. Да, давайте, я сегодня с ним ещё не виделась. О, здравствуйте, король, как давно я вас не видел! Здравствуй! Здравствуй! Здорово, отец! Здорово, сын! Чё, как у тебя дела, как настроение, папа? Да вот, в Брал Старс каточку сгонял. А чё, без меня? Проси. Сколько кубков, сколько кубков, быстро. Так надо. Понял. Король вампиров, как ваше здоровье, как ваше самочувствие? Когда же придёте уже в порядок и сможете поделиться своей кровью, чтобы я для вас горы свернул с 14 уровнем? Ну, на самом деле, я уже себя чувствую лучше, мне осталось совсем немного, и об этом тебе уже расскажет сама королева вампиров. Да, вы довольно быстро отгенерировались от этих отравленных стрел охотников, я удивлён вашей стойкости. Королева-няшка Юни, что скажете по этому поводу? Что мне осталось сделать для того, чтобы король почувствовал себя, наконец-то, лучше всех? Для начала нужно поцеловать его под дом. И погулять со мной. Да ё-моё, маленький принц, мы это сделаем чуть позже. Целать я ничего не буду. Для рецепта мне не хватает алхимического огня. Для нашего нового кузнеца мы, наконец, построили кузницу, поэтому сгоняй к нему и возьми у него алхимический огонь. Подождите, я, кстати, так и не узнал, где его кузнеца. Вы со мной не поделились расположением его нового рабочего места? Точно, я провожу тебя. Возьмите меня, возьмите меня, пожалуйста. Я тоже хочу. Хорошо, маленький принц. Я так рада, что почти всё готово для рецепта, всего лишь остался один ингредиент. А дальше мы пойдём на логовые оборотни и искореним их из наших лесов. Что? Вы решили полную инквизицию сделать оборотней? Да, конечно, ведь они мешают нашим вампирам жить, постоянно нападают на нас и не хотят делиться своей едой. Да, точно, что охренели и охотников у вас в последнее время в лесу слишком много. Превращайся в летучую мышь, полетели домой. Уже на месте. Залетай наверх, я думаю, ты увидишь свысока, а я пойду, пока я погуляю с сыночком. Пойдём. Брау Старс? Брау Старс. Кузница неплохая, не очень она вампирская, хотя, если с этой стороны посмотреть, то вполне себе. Здравствуй, Кузнец, как твои дела, как поживаешь, как работа, как на новом месте? Здравствуйте, градус. Опа. Как раз ожидал. Вы заговорили, серьёзно? Да, я себе пластину вставил в горло железную. О, супер, супер. Как у вас работа на новом месте? Да потихоньку. Правда, мне не нравится то, что у вас тут лишние уши, не мог бы ты выгнать их. Хочу с тобой поговорить по приказу короля. Да, нет проблем. Пошёл. Быстро вы его прогнали. Можете закрыть, а то у вас тут вообще сквозняк, спокойно может кто угодно зайти. Да, конечно, без проблем. Да ты, я смотрю, вообще дерзкий. Не жалеешь материалов, как производство происходит, как мой меч, наконец-то готов он или нет. И меня королева отправила за алхимическим огнём для короля вампиров. Хотя, как по моим сведениям известно, он вообще-то принадлежит классу охотников. Ну ты же знаешь, как делать противоядие. Надо добавить немножечко яда в лекарства. Ладно. Что там по поводу моего меча? Во-первых, тебе надо два кровавых слитка. Окей, хорошо. Я знаю, как добыть. Но можешь мне дать тогда любой меч на время? Мне нечем сражаться. Выбирай. Опа. Я смотрю, ты дело время зря не терял. У тебя и вампирский, и обычный. А какой сейчас круче? Такой не прокачанный. А, это самый первый. У него два урона всего лишь нет. Спасибо. Возьму лучше тогда алмазный меч. Самый стандартный выбор. Хорошо, да, кстати, реально тебе неплохо все обустроили. И кровью ты запас, и маленькую наковальню добавили. Подожди, алхимический огонь. Так вот, Джон, могу я его тогда сразу сейчас взять? Да, бери два на запас. Я сделал побольше. Окей. Так, берем раз, берем два. Все, только можешь меня выпустить. Я к тебе еще вернусь тогда с окровавленными слитками. Так, ты меня выпустишь, нет? Капец, ты, конечно, брутальный. Все, кузнец, жди меня, скоро буду. А я пока что пойду похраплю. Ясненько, пускай отдыхает мужик, ну да ладно. Все, алхимический огонь есть. Интересно, какой там рецепт у королевы вампиров? Ну, ребята, это уже все меня не касается. Хотел бы вам показать небольшой сюрприз в конце серии. Если король вампиров действительно выздоровеет. У меня уже есть своя секретная комната. А в этой секретной комнате есть все необходимое для проведения ритуала. Прыгаем пока что вниз. Королева, королева, вы где? Король, вы, как истукан, просто все время стоите на месте. Я медитирую. Да, он медитирует, так что не мешай королю. Ой-ой-ой, хорошо, я принес алкемический огонь. Отлично. Кузнец выковал про запас, вдруг не хватит. Первоклассный кузнец, я знала, что именно он нам нужен. Ну все, замечательно, все ингредиенты у меня есть. Так, король, жди сыворотку до конца дня. Все будет готово. Это прекрасно. Принеси мне еще лавандовый чай для медитации. Хорошо. Надеюсь, что ты скоро вернешься. Скоро вернусь. Маленький принц, вы хотели погулять? Да, да, да. Мне нужно улучшить мой меч, кузнец сказал, что мне нужно два кровавленных слитка. Бери свое оружие, мы идем воевать. У меня оно всегда при себе. Маленький кинжальчик для маленького принца. Побежали. Наконец-то хоть кто-то со мной погуляет. Как у тебя вообще дела? Тебя не было где-то, я не знаю, недельку? Да, у меня были прекрасные приключения. Я гулял сначала с мамой, потом мы... Короче, там вообще все так запутано. В итоге я еле-еле добрался домой. Ну вот, как видишь, опять. Как вижу, хотя бы без приключений, как при первой нашей встрече. Да, уже чистый, вымытый и без крови, все нормально. Ну что ж, тогда превращайся в летучую мышь. Мы идем на разведку, где же находятся у нас бароны-вампиры. Мне не важно, какого они уровня будут, поэтому если они будут первого, будет замечательно. Ты меня там не потерял, малыш? Нет, нет, я за тобой. Какой я малыш? Я уже большой. Женя, я знаю, что тебе 18 лет. Ну, 18 лет для вампирова это очень мало. Да вот и по маленьким миньонам, которые, как всегда, сломаны. Я и вижу барона. Хм, и кузнецу видно, надо будет ее передизайнить, потому что у этого короля и королева нет вкуса. Нужны специальные вампирские блоки, они все делают из обычного камня. А, ладно, принц, готовься. Ты, как всегда, бьешь, я отвлекаю. Точнее, нет, я принимаю удар на себя, а ты, она, стреливаешь в спину. Готов? Да я уже могу и сам. Так, 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 поехали. Я маленький беру на себя. А! У меня уже замедление и слабость. Удар, удар его настолько противен. Не хочу долго на тебе зацикливаться, поэтому нужно на тебе твое слабое место. Он, как всегда, смотрит только на меня. Давай, маленький принц, хреначь его в спину. Сейчас, разворот удар, но! Они меня вообще, вообще не трогают. Ты, кажется, в меня попал. Получайте. Что, ты его убил, пятого уровня? Да, у меня появилась новая особенность, я же прокачал свои умения, и теперь я могу делать 15 ударов в секунду. Я что-то не помню, чтобы у вампиров такие были. Ловкости рук и никакого мошенничества. Надо будет с тобой как-то посоревноваться в битве. Так, а где, собственно, кровь? А, вот, вот она, сейчас дам. Я не знаю, чистую кровь барона вампиров пить нельзя, это опасно для жизни. Но я так люблю кровь. Ну, не вампирскую же. Пойдем второго искать. Мне вообще нравится, как они у нас постоянно появляются здесь. Да, странно, что они так появляются. Отлично, еще вижу барона. Ну, этот пятого уровня. Маленький принц, ждите, я его отвлеку, как всегда. Кровавый удар, кровавый заряд. Ой, я попадаю в самого себя. Опа. Если у тебя действительно такая крутая способность, давай, я его отвлекаю полностью на себя. А, у меня слепота. Измедлительность, жди, 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 немножко, жди. Поехали, давай, спину, настраиваем ему спину. Опа, получил. Смотри, сальтуха! Опа, женек, давай, 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 кровавый удар, получай. На нем слепота и замедление, я пока что с мелкими разбираюсь. Давай спину ему бей. Сальтуха! Опа, ой, 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 ты его только ко мне подкинул, аккуратней. Во, 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 во. Да ты реально какая-то мясорубка бегающая. Так, у меня одно сердечко, мне придется немножко отступить. Сейчас я с ним разберусь. Вампирская ярость! Ой, 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 что-то вампирская ярость не пошла. Регенерация. О, я убил, я убил, все хорошо. Бля, как вы хорошо. Все, все, все преуспешники ушли. Я, да, слушай. Дождь, а какой у тебя уровень, а какой у тебя уровень в твои-то юные годы? 14-й. Какой? Да, я крутой, в принципе, кажется, я тебя победю. Ну, короля вампиров 14-й. Ну, а я будущий король вампиров, что, я не могу иметь чем-нибудь 14-й уровень, что ли? Тем более, я трачу на тренировки 10 часов в день. Реально достойный наследник. Чистая кровь есть. Побежали к кузнецу пока что. Тем более, мы недалеко. Нужно было только две крови? Нужны железные слитки еще. А где наш кузнец? Неужели он еще храпит? Их живет кузнец? Мы же превратили очень элитного кузнеца в вампира, и теперь он служит королевству вампиров. О, теперь он, наверное, на нашей стороне. А вот, собственно, и наш работник. Молодой чебурек, вставайте. Ой, вы так быстро пришли. Ай, ну еще пять минут. Я сказал, вставай! Куда? Ну, мам, дай поспать. Что это сейчас было? Да убери просто и все. Че с ним мешкаться? Давай, работай, пошли. Маленький, засрань. Я маленький, засрань. Кузнец, я принц вампира. Пошли работать будешь. Кузнец, смотри, чистая кровь присутствует. Так, отлично. А где железные слитки? Да, блин. Одолжи, пожалуйста, кирку, а то у меня инвентарь весь конфисковали в последнее время после некоторых происшествий. Да ладно, неважно. Тебе какую? Да дай железную, я добуду три железа. О, алмаза, хорошо. Маленький принц, пойдем со мной. Да, 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 я иду. Где-то тут у нас был вход в пещеру, а вот и, собственно, вход в ту пещеру. Не повезло нам с первой пещерой. А ну-ка, подожди, дай ко мне глянуть. Что ты сейчас делаешь? А, у меня есть вампирское зрение, я могу смотреть через стены. Подожди, у меня тоже. Ну, у меня улучшенное зрение, я могу чувствовать. Я вижу, там, там скелет есть, значит, там пещера, следовательно. А ну-ка, ты оказался прав. Да я сам в шоке сейчас. Железа нам нужно всего лишь две штуки, поэтому с этой задачей мы справились. Может, найдемся что-нибудь интересное? Тем более, там где лава, там и алмазы. Реально круто. Надо будет исследовать этот каньон и вынести отсюда все полезные ископаемые. Ладно, полетели наверх. Так, кузнец, все, успехи есть, я пока что тем временем переплавлю. Что-то вы долго. Нет, мы сразу нашли, в принципе, пещеру. Да уже утро просто настало. Я немножко поспал вот на этой красивой плите. Ты что, постоянно спишь? Да, люблю поспать. А, ну ладно. Я понимаю, вы там разбираетесь по поводу сна. Один работает по куче часов в день, другой спит и работает. Можно мне, пожалуйста, уголька, а то у тебя в печке закончился? Да, секунду, сейчас. Дядя Градус, чё? Лови аптечку. Ну, хоть не динамит, спасибо. Да, без проблем. На, 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 на. Хватит, 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 спасибо. Так, раз, два, три, четыре. А, пока оно там плавится, мне делать всё равно нечего. Направлю все мечи сюда. Ляпота. Всё, железо готово, забираем его. Так, окровавленные свитки я сейчас могу спокойно сделать. Дай-ка мне, пожалуйста, крови обратно. И за рабочим столом сейчас всё сделаем. Хорошо, когда твою работу выполняет за тебя. Странно, у тебя верстак какой-то. Опа, всё, кровавые свитки готовы. Даже 3 улучшенные кровавые свитки Надеюсь, меч получится то, что надо Производство меча займет еще минут 20 Пока я тут буду на наковальне его делать Пока он будет остывать Поэтому зайди через минут 20 Кстати, а как у тебя нет котла с водой Чтобы остудить, собственно, оружие Так сказать, свежий металл Это все вопросы королевы Достаточно железа нам выделили А, ясненько Дай-ка мне секундочку Все, кузнец, я тут Вот тебе железная руда Переплавив просто все, сделай себе котел Надеюсь, твой процесс теперь будет проходить намного быстрее в изготовлении мечей Спасибо большое Это теперь ускорит процессы в 2 раза Так мало нужно сделать, что так много получить Маленький принц, пойдем обратно в замок Пошли, сейчас, подожди Лови перекус Да, без проблем Королева, мы вернулись У меня отличные новости Сыворотка и лекарства готовы, посмотри Капец, они светятся, конечно Так, почему здесь душа вампира? Ну, я же говорила, что для этого нужны были души вампиров Ну, тоже верно Несколько вампиров пожертвовали собой ради короля Да, я предлагаю тебе отнести это ему Окей, а где король? Он в дальней комнате, готов употребить сыворотку Хорошо Король, у меня для вас суперские новости Королева Юни наконец-то приготовила вампирскую сыворотку И вот пилюлю, так сказать, в виде королевской души Выпейте теперь сыворотку, король Голова закружилась Так, я сейчас позову королеву, нормально ли все? Королева Юни, королева Юни, королева Юни Маленький принц, где королева? Я не знаю, я тут паркурю Сбегай пока что Я тут! Короче, дело в том, что королю плохо стало, он упал, и голова закружилась О, господи, почему? Не знаю, видимо, эффект Зиля слишком сильный Что случилось? Я чувствую, что с каждой секундой мне становятся лучшие лучшие Отлично, хорошие новости, сынок, сынок, посмотрите на меня Он вернулся, король во-первых вернулся, нужно всем концам об этом рассказать, чтобы... А ну-ка стоять! Заморозка? Серьезно? Я не могу ходить Ну и самые сильные способности вы можете применить Так, отлично, на вас протестировали, теперь можно идти на оборотней Ах да, еще ты, градус Пора поднять себя до максимального уровня Наконец-то, король, я готов служить, я так долго этого ждал, склоняю свою голову перед вами Ну что же, градус Подожди, подожди, король вампиров Как ты смеешь меня перебивать? Слушаю Мне нужно поговорить насчет градуса В стенах замка ходят слухи про него, пойдем отойдем Что? Неужели они догадались? Он такой крутой, он нам помогал, он вылечил себя, если бы не он, мы бы не справились Да-да, это я знаю, это верно Пронесло Король, могу ли я принять ваш подарок, все дела? Да, конечно, я тебя величаю в рыцаре нашего замка Ну что ж, максимальный уровень не за горами, долго я этого ждал Но если бы я прокачивался своими силами, ушло бы еще больше времени, поэтому... Ах, цель достигнута, кровавое пиршество, максимальный уровень! Спасибо, король Поздравляю, ты достоин этого А теперь мы немедленно все вместе отправляемся в охоту за оборотнями И собери всех наших подчиненных Принц, даже ты! Для сбора солдатов нужно где-то 2-3 дня Еще нужно подготовить для них доспехи, оружие Еще где-то 3 дня Думаю, на все про все, на запасы и так далее уйдет где-то неделя Да, мое выздоровление оказалось достаточно резким благодаря градусу, поэтому я даю вам аж 5 дней на сборы Хорошо, с этим хоть что-то можно сделать Король, королева, маленький принц, это все, конечно, хорошо, но для похода мне тоже нужно будет подготовиться Я как раз должен буду получить у кузнеца свой новый меч, а его еще в тренировках придется прокачивать на других оборотнях, охотниках и так далее Поэтому смогу ли я тоже хоть как-то подготовиться к этому всему? Да, у тебя есть эти 5 дней, но с учетом того, что мы тебя можем вызвать абсолютно в любой момент Хорошо, я тогда побегу прямо сейчас, чтобы не терять ни секунды Так, что-то очень много всего резко происходит за какие-то считанные секунды Тем временем я 14 уровень Это значит, что прямо сейчас я прокачаю какие-никакие таланты Мне придется немного поменять мои таланты и пожертвовать какими-то из них Теперь я полностью прокачиваю правую ветку, беру скорость для воротов, крововое зрение, чтобы криперы меня боялись Часточно крововое зрение, телепорт и тем временем боевые навыки Осталось только прокачать 15-й, завершающий Но это я сейчас покажу, дайте мне буквально чуть-чуть, чтобы получить свой вампирский меч Так, кузнец, я полностью сам Можешь открыть, пожалуйста, ты брутален как никогда Тут просто наблюдается Закрой, пожалуйста, сейчас очень важно, чтобы нас никто не слышал Я сам по себе Значит, смотри, а король выздоровел Королева готовит воинов Скоро пойдет орда на оборотни Я уже в союзе с оборотнями состою, поэтому мне нужно как можно быстрее все подготовить Если ты будешь делать броню и оружие, как бы тебе куда-то деваться некуда Но попробуй стребовать с них как можно больше ресурсов, чтобы они сделали как можно меньше брони и оружия А единственное, что меня смущает, что я не могу успеть предупредить абсолютно всех Нужно готовить восстание против короля Пришел к тебе за своим мечом еще, поэтому, если что, ты готов со мной на восстание Безусловно Ооо, вот это такой подход мне нравится Ну, тем более, он все равно не может мне противоречить, я же его обратил Выбегай, меч твой готов Держи тебе меч Особый меч Правда, он заряжен на ноль, обучен на ноль, но... 308 скорости атаки, пока что всего лишь 2 и 8 урона, но это ненадолго, прокачка займет совсем мало времени С таким-то пронзателем сердец У меня для тебя есть сюрприз, три книги на выбор, можешь выбрать одну из них и зачаровать Опа-на, зачар для моего меча, у меня никогда еще не было вампирского зачарованного меча Это действительно приятный бонус, сила 5, небесная кара 5 или вампир-убийца 5? Откуда она у тебя? Ты забыл, кем я раньше работал? Ах, да, точно, ты же делал оружие для охотников на вампиров Ладненько, ну, кстати, быстро ты переквалифицировался и сделал такой пронзатель сердец Он особый, его нигде не найти, ну, его, по крайней мере, никак не выковать в домашних условиях А ты смог? Ладно, мне вот нужно подумать, сила 5, это я против всех Смогу небесная кара 5 или вампир-убийца 5? Что мне сейчас пригодится больше всего? Ну, смотри, если ты будешь сражаться с королем вампиров, прибереги этот меч для битвы с ним Логично А сейчас можешь силу, либо небесную кару А я могу все книги у себя ставить? Да, для тебя все, что угодно Спасибо, кузнец Для тебя будет в будущем достойная роль в этом новом королевстве И вот я выбираю, собственно, а ну, силу, а если небесную кару? Небесная кара Ха, беру А смог бы я еще прокачать сразу несколько? Кузнец, а как мне улучшить меч сразу до всего? Я просто пытался сейчас применить книгу, но не получилось Ну, у тебя слабый меч, попробуй прокачать его на 20%, чтобы мог его еще улучшить А каждые 20% улучшения дают новый уровень То есть я могу в сумме 5? Ладно, кузнец, я пока что ставлю книги у тебя Это не может не радовать, это я ставлю с собой Ну все, я тогда побегу Так, здесь мне понадобится твоя брутальность Открой, пожалуйста, мне двери Успешной работы, пока Странный он, то он такой дерзкий, то такой милый Ну, а теперь, как я и обещал, покажу вам свой сюрприз в темнице В него давно уже не заходят Опа Ладно, он меня не заметил Поэтому просто откроем вход в темницу Надеюсь, малой не проследит за мной Так, спускаемся Меч мой готов Я его в следующей серии обязательно улучшу до максимального уровня И посмотрим, сколько зачарований он получит у меня Ха-ха-ха, все готово Все готово, кроме последней детали Опа Плащ Я забыл свой плащ, точно Для полного превращения Ну что ж, ребята Все почти готово Единственное, что мне осталось Забрать мой плащ Получить 15 уровень И уже получить преимущество Над королем вампиров, чтобы свергнуть его с трона Что? Дядя Градус? Свергнуть с трона? Телепорт! Прости, малой Но тебе придется немного поспать Тебя мы затащим в отдельную секретную темницу В другом вампирском лесу Продолжение через 23 тысячи лайков